Друзья, всем привет! С вами Природная Энергия, меня зовут Сергей. Сейчас я приглашу нашего спикера Владимира Михайловича Самородского к участию в нашем семинаре, посвященном, повторюсь, выращиванию винограда. Вот, лекция начнется уже через 6 минут. Я увидел там презентации московский клуб виноградарей. Правильно? А со звуком теперь как? Теперь говорите. О, теперь вообще. О, теперь отлично, все нормально. Было в последний раз, да, в 100 раз лучше. Технологии идут впереди, да. Ну, что, мы не должны отставать от них. Совершенно верно. Цель нашей как раз и встречи о том, что все меняется, и мы должны обновляться постоянно. То есть, если кто не обновляется, то таких забирают. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы, как бы, пожить пару миллионов лет, а там посмотрим. То, что вообще просто супер человек какой-то рассказывает, всех благ ему. Какой супер. Супер-пупер, дупер-зупер. Это не я. Я просто обыкновенный самородок. Ну, что делать? Так вот получилось. Я прошел огни и воды, и медные трубы. Просто так, что звездная болезнь меня не волнует, и, конечно же, меня волнует куда более интересные цели. Значит, друзья, сегодня у нас лекция будет посвящена выращиванию винограда. Мы рассмотрим темы сорта винограда, как правильно подготовить почву, как посадить, как подкормить виноград. Самый важный, наверное, вопрос, который мы будем, это формировка куста, как ухаживать по ходу сезона, с чем можно столкнуться в ходе выращивания, какие могут быть проблемы. И тоже очень важная тема, это как подготовить виноград в зиму, потому что все-таки все привыкли думать, это стереотип, то, что виноград – это южная культура. Но сейчас мы вам докажем, что он отлично растет в Московской области. Но сейчас мы увидим виноградню, не менее интересную, которая находится в Московской области под городом Луховица. Владимир Михайлович, время... Все точно, прям по-чешски, Луховица, точно, не Луховица, а Луховица. Мы жили долго в Чехии, в Мораде, и там есть были такие же города, Луховица. Я неожиданно для себя нашел маленький чешский регион на территории Российской Федерации. Мы начинаем, да, в 15.00, мы точно по времени. Мы все во внимании. Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, любители, начинающие, продвинутые. Рад, что вы пришли к нам на огонек посмотреть, послушать по винограду, которым, собственно, экзотическая культура теперь давно стала обыденной культурой на территории Московской области. Вообще-то, следующий сайт, пожалуйста, сделайте. Это наши фотографии, панорамную съемку мы сделали. Виноград у нас, по принципу, не растет только у тех, кто его не сажает. Это основной принцип. Ну, а чтобы доказать о том, что все-таки это настолько популярно и становятся, проходят традиционные выставки по виноградству, следующий слайд, включите, пожалуйста, видео. Вот такая вот виноградная выставка. А там звук идет? Это московский аптекарский огород МГУ. Дорогие друзья, рад поделиться с вами с возможностями, которые открывает нам виноградовство. Оно от полица до полица. В Москве сейчас появилось колоссальное количество любителей, которые не уступают профессионалам тропических стран. Обалдеть. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, там Роберт Киосаки, это известный менеджер, который сделал большие деньги на информационных технологиях. И вот он правильно говорит. Собственно говоря, из-за чего мы все-таки начали с вами увлекаться виноградством, потому что на самом деле работа в саду, это любимое дело, творчество. И он правильно говорит, что богатыми люди не становятся, когда идут на работу. Становятся они тогда, когда они отдыхают от этой работы и занимаются любимым делом. Закон мироздания говорит, надо любить свое дело, радоваться этим. И самая лучшая работа в продолжении вашего хобби. Я надеюсь, что вы эту точку зрения разделяете. Следующий слайд, пожалуйста. Мы также начали с того, что купили дом в деревне и вот посадили первый виноград. Это было лет 20 назад. Вот так выглядела площадь первых наших посадок виноградных лос. Часть мы привезли из-за рубежа Соединенных Штатов, а часть купили у местного фермера. Но немного слов о, собственно, как это все произошло. Потому что мне хочется, прежде всего, рассказать, что у каждого из вас такие же возможности. Или наоборот, отсутствие возможностей. И все равно, что у нас есть, даже 6 или 5 соток или больше, они помогут нам добиться невероятных успехов. Но главное здесь сохранять золотую середину, не быть фанатом. Надо спокойно, хладнокровно заниматься любимым творчеством. Следующий слайд. Дом, который мы купили, вот отличался таким, что это громадный склон на овраг. Старый дом, это покрыто было травой. Мы абсолютно были неумехи, не знали, как к чему приступить. Но единственное, что мы уже видели, как за рубежом все косят газон. Следующий слайд. Мы покосили газон, потом начали думать, что дальше делать с этим газоном. Потому что газон, на самом деле, в местных регионах считается неудобным. Вернее, наклон к оврагу, это называется неудобным. На них неудобно ходить, вода стекает и прочее. Конечно, самым лучшим вариантом является террасирование. Ну, только террасу мы где-то как-то видели. Ну, в общем, начали шагать маленькими шажками, делая ошибки, набивая себе шишки. Но, тем не менее, что-то получалось. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Мы, значит, террасировали маленькие террасы. И еще слайд, пожалуйста, сделайте. Да, вот мы сделали террасы, поставили бордюры обыкновенные, вместе с ним еще строители узбеков. А дорожки, расстояние сделали по метлайдеру. То есть, расстояние 60-70 сантиметров самогрядка, а вот проход больше метра, для того, чтобы был солнечный световой поток. Ну, и застелили газонной сеткой. Очень удачное решение, потому что босичком, когда трава прорастет, триммера прокосишь, а ходить по этой травке, знаете, потрясающая работа ног, стопы и удивительное ощущение контакта, снятия негативных напряжений, которые набирают в течение рабочей террасы недели. Следующий слайд. Ну, вот также вы видели вид на эти наши грядки, покрытые бордюром. Ну, собственно говоря, мы сколько там, 4 или 5 грядок таких сделали, хотелось подумать, что там дальше делать. Следующий слайд. Посмотрели литературу, ну, вот увидели такие красивые картинки, видите, как богатое поместье. Раньше где-то люди сделали, заложив приличные финансы, сделали такие подпорные стенки. Ну, мы подумали, почему нет. Поискали возможность где-то найти камень. Белый оказался недалеко в карьер белого камня. Тогда доллар был, рубль был крепкий, как не сейчас. И мы набили рабочих из Узбекистана, и они нам начали помогать строить подпорные стенки, потому что иначе на этом склоне, вообще-то, в принципе, ничего не держалось. И ходить-то по ней, знаете, как-то вы глядь шею сломаешь. Следующий слайд. Вот мы обложили камнем все яблони, которые у нас росли, росли на там четыре старых яблони. Мы их привели в Божий вид, камнем обложили. А вот внутри этого кольца мы наложили старые щетки с помощью чиперов и замельчителей веток, потому что там была сильная мощная муча. Яблони вложили в следующий слайд. Ну, мы начали трассировать у нас овраг, там ручей тек, в котором постепенно начали заводиться бобры. Они начали поводить плотину, подымалось целое озеро, появилось целое озеро, в которое можно не только рыбу ловить, но и купаться. Но берег у нас, конечно, нужно было привести в Божий вид. Вот по токе подпорной стенки мы поставили. Следующий слайд. Более того, мы разошлись, и чтобы вода не подымалась, я купил габион, сам таскал габион, это сетка, которую набивали камнями, и закрывали следующей сеткой, и вот укрепили берег. Ну, беда в том, что потом бобры подняли воду так, чтобы вот этот весь берег затопило из-за их качей. Следующий слайд. Но мы сделали набережную, предполагаю, что здесь можно было бы проводить. Поскольку я балетмейстер, я учитель танца, короче, люблю танцевать. И описать, чтобы рядом с нами тоже люди так живы. Проводили приятные вечеринки, evening party. Ну, и мы сделали вот подобные каменные сходы, даже лавочки поставили. И следующий слайд. И даже грот, если пойдет дождик, генасть. Вот такой вот вид у нас был. Ну, повторяю, вот это все в левом углу внизу. Все оказалось, я сейчас под водой, потому что бобры и их подруги, бобрихи, устроили нам по-настоящему. Вы знаете, это неплохо на самом деле. Видеть надо, как я уже говорил, надо из врагов делать друзей. Поэтому эта вода нам здорово помогла. Климат потеплел. В Талии можно выращивать самые субтропические растения в открытом грунте. Следующий слайд. Ну, сам по себе участок. Тема нашей встречи сегодня, грунт. Вот, когда мы выравнивали террасы с помощью лопат и узбеков, глина сплошная. Вот ведь террасирование было такое, что сплошная, ну, короче, неудобие и никакой почвы нет. Сплошная, глиняная плоскость такая, целообразная, как высокогорье Наска. Только осталось там искать следы инопланетян. Что надо делать? Мы пошли, начали сеять сегираты, обязательно, и мульчировать. Следующий слайд. Вот превратилось, видите, за это время оно поросло травой. Траву надо обязательно косить. Склоны мы за... у нас много старых деревьев. Мы купили измельчитель мусора, измельчитель деревьев. Кстати, у меня сейчас их два, если хотите, один могу продать. Очень помогли нам. То есть всю органику, которая только есть, мы измельчали и покрывали все эти деревья. Сейчас покрывали всю эту поверхность. Знаете, я сейчас копал последнюю яму, 30 сантиметров, у нас сплошной чернозер. Вот там работают червяки, там целая мировая вселенная находится. Следующий слайд. Вот видите, как мы поставили по первому времени шпалеры, просто воткнули палки. Профессиональные шпалерные палки мы нашли в Смоленске. Производство по австрийской лицензии, производство шпалер. Вот эти шпалеры мы с помощью, опять-таки, работяг побивали, просто побивали землю, а я их собрал, стяжки сделал сверху. Получилась такая своеобразная каре. Следующий слайд. Вот эти шпалеры поближе видно. Видите, они вбиты. Расстояние между ними 2 метра и между самими рядами шпалер тоже 2 метра. Делайте так, чтобы 1,5-2 метра было пространство для куста винограда. Следующий слайд. А вот газонокосилка. Мы дернируем проходы между деревьев, между, прошу прощения, между виноградными костами, и эти проходы, трава зарастает, мы подкашиваем траву и траву собираем, и эту траву кладем на холмике для винограда. Обязательно даже дернирование. Я понимаю братьев украинцев, которые там черноземы, и они просто имеют колоссальные площади, и может им трудно заборачиваться. Но если у вас участок небольшой, я вам советую, потому что мульчерни сохраняет влагу, придает активность червям, которые утаскивают траву, обогащают землю, земля превращается в чернозем. Это лучшее удобрение, чем вы можете себе представить. Следующий слайд. Ну вот этот виноград мы постепенно совершенствовали нашу, и шпалеры, которые палки мы вставляли, мы сделали слева и справа такие V-образные откосы, то есть мы из одноплоскостной шпалеры превратили в пуст плоскостную шпалеру, то есть увеличился сбор самого винограда, виноградные ягоды на 40%, появляются две плоскости, а палки, которые мы слева и справа буквой Виктория сделали, я просто купил в Леруа. А Костер Араме это для проводки, самые дешевые такие профилированные из самого дешевого металла для проводки проводов и кабелей. Это стоило просто копейки, а некоторое время, ну порядка уже 7-8 лет, а нам это здорово выручало. Вот сейчас это уже технология старая, если даст Бог, все нормально будет, мы в начале следующего сезона вам покажем новые шпалеры, которые мы придумали, более продвинутые, более умные. То есть шпалера должна быть состоять две палки, два столба вот таких вертикальных, между ними должно 60-70 сантиметров, чтобы вы могли спокойно ходить и работать с виноградной лозой, то есть в четырех плоскостях, иначе побеги винограда иногда прорастают, и в творческом порыве, который ты находишь во время летнего периода, то есть не в силу успеваешь обрезать, и появляется чистокол, загущение. Поэтому проход между столбами должно быть, и просветление обязательно, виноград больше любит, больше света. И вот был очень хороший виноград в Смоленске Чугуев, и он доказал о том, что виноград, особенно белый, в широтах 55-56, да и до Питера в том числе, прекрасно будет расти и давать виноград, потому что у нас часовой пояс позволяет на пять часов света больше, чем на Кубани или там в Неаполе. Я думаю, исхожу из того, что, знаете, на поле неудачи растут сильно успеха, надо посмотреть внимательно. В чем-то плохо, а в чем-то хорошо. Бог дверь закрывает, окно открывает. Всегда есть выход, только надо подняться на новый технологический уровень, как говорит Эйнштейн. Нельзя решать проблему на одном технологическом уровне. Трудно. Посмотрели, отошли назад. Не надо говорить, все пропало, шеф, все пропало. Все правильно, ничего не пропало. Всегда есть выход. Даже на смертном Андрееве есть выход. Я вот знаю два варианта. Если будет интересно, сообщим. На самом деле, всегда нужно сохранить оптимизм и желание, большую мотивацию. Виноград сам по себе повторяют. Ну, не прихоть какая-то. Я повторяю, мы не только виноградом, орехами, а губикой, бананами, шелковицей. Это все у нас есть. Называйте все, что хотите. Мы практически все это выращиваем на своем ранчо. Не для того, чтобы красным словцам поделиться, какой я там герой. Нет, наоборот, о том, что доказать вам и каждому, у кого есть без глазах, что у вас это тоже будет. Идея состоит простая, чтобы в каждом усадьбе была полная чаша изобилия. Что мы будем ругать тех, кто наверху, они свое как бы получат, если они нечестные, непорядочные, аморальные. Будьте сами хорошими. Начинайте с себя, и вселенная изменится. Вот поэтому виноград оказался потрясающим. Доказатель того, что вот эта тропическая культура спокойно растет, это, я вам скажу, на конец мая месяца. Следующий слайд, пожалуйста. Владимир Михайлович, можно вопрос, пожалуйста? Да-да, конечно. У нас живет какой-то молодой виноград, или это уже достаточно взрослый куст? Нет, это май месяц. Это май месяц, это он только начал расти, набирает, он еще даже, сейчас скажу, где-то 15-20 мая. Сейчас я покажу, почему в середине мая такие кусты уже. Сейчас мы покажем технологию. Вернемся по поводу щипы. Вот этот чипер, или измельчитель, или как-то еще в России называется шредер. То есть все деревья, следующий слайд. Все хвосты, кусты, все неудобие, что не надо, это золото, это доллары, это фунты стерлинга. Вот ваши деревья, палки и так далее, вы должны всех, во-первых, подрезать. Интересная вещь, представляете, мы омолаживаем деревья, обрезаем их, убираем старые, появляются новые. На втором году всегда все косточковые дают плоды, а если вы еще их нагибаете вот так вот в ветке вниз, то тем самым прижимая саму ветку, и вот нижний калос, который находится, вы его зажимаете, питание, перестает ходить, он открывается, цветочные почки, у вас на второй год дерево покрыто пышным цветом, вы собираете феноменальный урожай, но если вы допускаете, чтобы оно росло, как эфирная башня, ну это как молодая девушка в мини-юбке, она замуж не хочет, гуляет, так что вы никакого урожая не добьетесь, и беспилковое бы ждать, а потом, если, и что вы делаете, если на высоте 8 метров, пора, все деревья, все кусты мы переворачиваем вниз, а если совсем большие центральные стержневые ветки, стволы, мы обрезаем, и вот в этот чипер измельчаем, в щепу, кстати, это щепа, проверяли, если вы кладете, это как одеяло, причем такое хорошее пуховое, вот сейчас дожди прошли, я закрыл айву, нет, айву и хурму, и вот этот самый у нас растет там миндали, вот закрыл, я проверил, про щепа промерзла, не промерзла, промокла, сантиметр 2, а дальше сухая, что-то невероятное, то есть вы создаете технологию, которая позволяет вам курить бамбук, у вас все тип-топ, и у вас никаких других химикатств не надо покупать, в щепе находятся все микроэлементы, которые только можно, особенно если это по весне, когда листва начинают набирать сок, питательные вещества идут, если вы эти деревья в это время обрезаете и используете в щепу, чудесная вещь, ребята, не пожалейте денег на чипер окупится в 100 крат, вот, поверьте, это штука, которая крайне нужна. Со стороны природной энергии добавим, что для быстрейшего разложения щепы рекомендуем добавлять М-препараты для компоста и для того, чтобы создать хорошую микрофлору в этой всей влажности и прении, которая происходит при разложении органических остатков. М-препараты. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы используем там Восток, Байкал, Эра и прочее. Другие обязательно. Там же получается, что это микроорганизмы, они разрушают вот эту древесную структуру и помогают питательным веществам пользоваться червякам и прочим. Там же миллионы насекомых. Насекомых, кстати, вес насекомых, которые находятся под землей, в пять раз превышает вес всей жизни материи, находится на поверхности земли. Известный факт. Поэтому почву мы создаем вот с помощью не ломаний, ни в коем случае не копать, не ковырять землю. Вообще, это преступление, когда люди копают землю. Парни, дамы, это для чего вы гробите землю и свое здоровье? Сидираты, если вы сидираты посеяли в сентябре, они по зиме упали, и не надо их косить, как делают мои соседи, но они упали. По весне их червячки слопали и утащили в землю. Земля у вас приобрела кушиный вид. Я испугался, когда после первого года используя седиратов, сунул руку в малину, и она у меня провалилась по локоть. Я думал, что там нора какого-то зверя, а оказалась такая вся земля. Это технология сегодняшняя, интернет, это информирован, вооружен, вы получаете, причем 80% работы в саду, в огороде за вас делает сама природа. Если вы используете технологии, М-технологии, вот японцы, они нобелику получили, я забыл автора, Танкинский залив был загажен фекалиями, все забито, микроорганизмы не забросали, и сейчас в Танкинском заливе в Японии лобстеры, креветки, омары и осьминоги живут. Я знаю, я вас перебью, пока мы не ушли от темы, я не забыл вопрос, какие вы сидераты конкретно сажаете? У нас сидераток много их, я представляю, лепин это хорошо, около голубейки, он подкисляет почвы, а масляничная речка и тот самый все, маразм ударил голову, горчица, желтая горчица, они занимают, они забирают металл, железо, и тем самым препятствуют развивать спором фитофторы. Потрясающе к винограду относятся и к помидорам и прочим. Если вы это сидераты посеяли, то у вас не будет аидема, аидема и мильдиума, это мучнистая роса и ложная мучнистая роса, то есть виноград у вас перестанет болеть как таковой. Если использовать еще соду для опрыскивания винограда, используя прилипатель липосам, липосам, то он системного типа, то есть он влезает, препарат входит в структуру, в споры туда, и он не мывается дождем. У вас вообще в принципе там надо чуть-чуть добавить, не надо чего покупать больше. У вас урожай будет, тик-топ, ягода не трескается, а грозни крупные, слушайте, листма будет масляничная такая, масляная, красивая, сочная, никаких, просто здесь вот повторяю, просто должна быть с вашей стороны широкая кругозор, поглядывать налево-направо, вверх-вниз, и если не проблема, звоните, стучитесь, спрашивайте, мы всегда рядом. Наш девиз, повторяю, девиз, чтобы три коровы было у вас и ни одна не сдохла, выгодно, не то, чтобы мне бабло собрать от вас, это что-то в карман набиться, уехать на Майами, не подобного, наоборот, здесь, в этой части планеты надо сделать такой же шикарный, как в Новой Зеландии, как там Аргентина, Швейцария, кто кроме нас это будет делать, ну, начинайте с маленького своего участка, не надо, в общем-то, заморачиваться, и, конечно же, помогайте соседям, если можно что-то сделать хорошее, не прости ничего взамен, уверяю вас, соседи, добрые соседи, это очень выгодное дело. Следующий слайд. Ямы, которые мы копаем, ну, обычно копают глубокие ямы, 60 сантиметров, 50 сантиметров глубиной, я делал диагональные, ямы, ну, надо сказать, работа жутко тяжелая, но выгодно следующее, вам задача посадить сажение с таким образом, чтобы точка, точка роста, ведь вот виноград, и где он торчит, начинается, зеленая почка идет, она должна находиться над уровнем силы на 15 сантиметров, потому что, когда появятся новые побеги, их можно было бы класть налево, направо, а они не торчали с земли, через 2-3 года стержень сам себе лоза превратится в здоровую дубину, ее не согнете, а укрыть ее чрезвычайно трудно, вот чтобы не укрывать виноград быстро и легко, мы используем вот маленькое заглубление, есть еще технология посадки в колбики, об этом отдельный разговор, честно говоря, вот в этой передаче, я бы не думал, что затронуть все и все, если у вас будет интересно, давайте я вам расскажу, но на самом деле я дам ссылочку несколько потрясающих мужей, которые делают много лучше, чем я, и расскажут вам еще, ну короче говоря, получите достойную информацию, если будет интересно, следующий слайд. Виноград, это Томпсон, это вот один из винограда, которого привезли, потрясающие, без косточковой сидрис, удобные, комфортабельные, мы в последнее время сейчас стали перепривать на старые кусты, если у вас есть кусты винограда, которые вам не нужны, не надо выкапывать их, не мучайте, наоборот, обрежьте, две-три почки оставьте на годичные лозы, а по весне привьете туда любой другой виноград, который вам нужен, и у вас в этом же году появится сигналка, много удобнее, чем ждать 3-4 года, что вам там продали, не покупайте у людей в магазинах, даже не в магазинах, а у крупных фирмских хозяйств обманут, они, может, не хотят этого, но разносоться жутко, лучше так, чтобы взяли, а потом спросите через 2 года, а дядя Валя, тетя Володя, ой, тетя, короче говоря, Владимир Михайлович, а что вы мне продали, что, собственно говоря, почему, если вы в нас берете, мы замену делаем, ну, по крайней мере, мы несем ответственность за это, репутация дороже денег, поэтому следующее слайд, а этот виноград, который, это уже июнь месяц, вот видите, это моя супруга пробует танцевать, здесь выразила лоза, мы ее повесили до верхней проволоки и сделали такие аллеи своеобразные, но в последнее время мы перешли на другую степень подвязки лозы и превращение, больше работать не на большой объем с листвы, появление больше гроздей. Следующий слайд. Владимир Михайлович, вопрос, какое расстояние между вот этой, там вот этими нитями, это железная проволока, это провод, что это себе представляет? Это железная проволока оцинкованная, покупайте тонкую, не надо толстые 2 мм, покупайте полмиллиметра, тонкую достаточно, растягивать ее можно не обязательно сильно, ну, важно другое, проволока следующая, от земли до первой проволоки, 60 см, потому что, когда лоза у вас появляется, если она длинно выросла, проволока должна 60 см, потому что виноград появится внизу, он может земли касаться, второе, вторая проволока 20 см, потом 40, 40 и 40, высота, 2,10, я высокий, для меня 2,10 нормально рукой достать проволока, ну, и я проволоки поверху натянул, как бы над головой сделал перголу, не знаю, как по-русски, перголу у нас вот таким квадратикем, ну, как вы видите, там итальянский дворик, или там мексиканский, не знаю, как и крымский, или еще какой-то, вот, крымские, такие, мы сделали, такие же перголы у себя на летней кухне, это очень красиво, очень романтично, но вот нам перголу трудно убирать, если это не укрывной виноград, я сейчас покажу вам несколько сортов неукрывных виноградов, которые растут, но лучше все-таки перебдеть, укрывать надо и достаточно просто, следующий слайд, а это вот уже, это Алешенкин, это я, балуюсь подарком, подарком, виноградным подарком, следующий слайд, это каюга, это один из лучших вариантов из Соединенных Штатов, без скотчика, удивительная, как помнить, такое ощущение, медового цвета, янтарного цвета, без скотчика, удивительно вкусный, очень плотный виноград, сахар 20 августа, где-то 17 по бригсу, а если довезет до 5 сентября, у меня было 32, это вообще изюм, 32, мы проверяли, я еще член Московской общественной испытательной природы, у нас было событие где-то 18 сентября позапрошлого года, вот мы проверяли качество, купите, кстати, обязательно себе фрактометры, это по сахару и по спирту, два, я ссылочку вам дам, опять-таки, покупайте через ebay, а и плачете PayPal, пользуйтесь хорошей компанией, она вернет нам 100%, потому что с китайцами все это мил хорошо, но очень много обманов, поэтому, а с этими компаниями, если это через ebay, то деньги вернут 100%, причем еще извините перед вами, так вот, обязательно пирометры надо купить, вот в начале кадра, когда видели я с выставки огород выступал, я бы в руках держал пирометр солимер, не солимер, а сахромер, сахар вы должны мерить, не так просто что-то вам дать, следующий слайд, должна быть техника у вас, кадрянка, в этом году мы собрали более 60 килограмм с куста, удивительно, правда с косточками, винограда с каждым годом все больше и больше, вообще-то считается, что 4-5-летний куст винограда дает, кадрянке дает 70 килограмм, 74 килограмма с куста, изумительная ягода, великолепный вкус и полное насыщение, ее крупные ягоды, где-то 1,5 килограмма брость, даже больше, изумительные джемы, моя супруга научилась делать из них то, что варенье, я даже не знаю как, ну, короче, банки в расхват идут, следующий слайд. Белое пламя, white flame, это то же самое, как Алешенкин, созревает 20-го, 18-го, даже 15-го августа, с косточками, к сожалению, но сладкий и один из самых первых, быстро созревает, растет неприхотливый, укрывной, желательно все-таки укрыть, но все-таки подвержен медиуму, и если вы, повторяю, если вы будете сидираты сажать, то таких проблем у вас не будет, это очень неприхотливый, простой, такой, как бы, социальный виноград, который должен в каждом, в каждой усадьбе расти, следующий слайд. Конкорд, конкорд, тоже американец, мы разрезали, нет никаких косточек сидлис, то есть без косточков, точно совершенно никаких, нет, такой темно-фиолетовый, темно-розовый, изобильный, очень мощная листва, мощная лиана, много дает, сладкие ягоды, килограмм, килограмм 200, крупная ягода, 8-12 грамм, вкус, такой, вкус приятный, содержательный, без кислинки, что еще, и очень хорошо приживается в Подмосковье, он выведен, собственно говоря, на базе всем известной Изабеллы. Следующий слайд. У нас работали, вот повторяю, помогали строить подпорные стенки Узбеки, я их попросил привезти черенки, и волей-неволей они притащили несколько штук, и я засадил их прямо сразу в зиму. Тогда я совершенно неопытный был, и оказалось, я попал пальцем в небо, вернее, попал в золотое яблочко. Оказывается, в самом деле, если вы хотите выращивать раритетные, экзотические культуры, например, хурму, или миндаль, или еще, вы должны подготовить семена и посадить сразу же в грунт. Сажайте их несколько штук, из 10 зайдет 2, но они районированные, и будут расти у вас и плодоносить. То есть, как и дети, если они растут, появляются на свет, они первые, кого видят маму, папу, и воспринимают. А если потом его передать ребенку второй маме, папе, третий и так далее, ребенок становится как бы бездомным. То же самое с утятами, которые видят вместо мамы, например, собаку, бегают за ней, как за мамой. Так и здесь. Его виноград, вот этот узбек, у нас 5 лет, ни туда, ни сюда, хотели вырубать. Потом он дал такой районированный, дал такое урожай, абсолютно без косточек, черный, созревает 15-20 августа, осами не трескается, осами не естся. Изумительные вещи, изюм полнейший. Настоящий вот узбекистан. Феноменальные вещи, я повторяю, мы попали точно, как сегодняшняя наука говорит, что районировать надо с косточки, сажайте косточки, а мы посадили с черенка, вот из 10 выросла два. Это узбекский виноград, один из самых дорогих для нас произведений виноградного творчества. Следующий сайт. Ну, это еще раз каюга, я кусочек снял, это уже, по-моему, в этом году сделал, вот он такой обильный. Каюга просто, знаете, как представитель вообще винограда, белого винограда. Классный, сочный. Изумительное вино, кстати, получается из него белое. Я делал вино, вроде бы, из технического надо делать, а из него замечательно. Вино выходит, о вине мы сейчас поговорим. И выявляется, что когда пьешь, просто люди не понимают, что компот. Я говорю, да, компот, но ты попробуй встань после этого компота. Класс, светлая, а вот многие ходят. Следующий слайд. А виноградные лозы, которые мы с вами говорили, они после осени опадают, листья сбрасываются, и вот как раз такое большое выращивание, так называем, верное выращивание лоз, формирование куста. То есть лоза прошлогодние, мы натягиваем на первую пробу по 60 сантиметров, а из нее сверху в точек появляются новые лозы. Они вертикально, ведь и гребенки такие растут наверх, как гребенки. И эти лианы мы потом, их надо сделать так, чтобы между ними стоять 10-15 сантиметров было, и оставляем те лианы, на которых есть виноградная гробь. И это надо вырезать, вырыбать. И после, по осени надо их обрезать, оставить ближайшие, одну-две лозы, ближайшие к корню, а остальные лозы убрать. Тем расчетом, чтобы подготовить, если у вас четыре, ну, одна плоскость, то есть лиана налево-направо, в середину буквы Виктория, а вот между ними надо сделать еще одну лозу, которая закрывает. Вот третью лозу, как бы она идет, как дополнительная лоза. Вот три лозы у вас на плоскость. Если четыре плоскости, если двух плоскостных, шпалер у вас, то, значит, тогда шесть у вас, а лиан вы оставляете. Остальные его надо укладывать на землю. Вопрос, как сохранить? Мы вначале сохраняли их с помощью лапника, но лапник быстро кончился. Я укрывал лианы кордоном. Обычный кордон. Оказалось, очень эффективная вещь. Если у вас есть кордон, его выбрасывает, удивительно, прекрасно сохраняет лозу, и она у нас не вымерзала, не пропадала, и не было никаких замечаний. Ну, просто кордон тоже быстрый. Всегда он под рукой оказывается. А потом мы постепенно перешли на фольгированный поролон, 5 миллиметров, который... Следующий слайд. Следующий слайд. Вот фольгированный поролон. А укрываю я их с помощью бутылей с водой. Две трети воды, ложка соли. Вода и не завязает. Лучше аккумулирует тепло. Земля прогревается по весне, и лоза пробуждается. От спячки зимней много быстрее. Ну, и земля прогревается. Потом мы пошли дальше. Ляны выросли, и так украсть виноград уже было тяжело. По случаю у меня оказалось рулон мембраны, которые строители укрывают крышу. Следующий слайд. И мы закрыли вот мембрану, положили на вторую проволоку мембрану. Эту, она шириной, по-моему, полтора метра. То есть, ее накрыли. И лоза лежит на земле, а вот сделали такой своеобразный шатер. Вот. И закрыли, приезжали. Это имеющиеся бутылками с водой, но кое-где кирпичами. Дальше. Слайд. А вот, видите, она зимой. Мембрану очень хорошо содержит снег, задерживает, прогревается она в районе самой лозы, а снегозадержание колоссальную роль играет для будущего урожая. То есть, у меня снег никуда не утекает, не скатывается в овраг, держится просто потому, что коррассирование и мембраны являются как естественными задержателями оживительной влаги. Следующий слайд. Дальше. Вот почему вы спрашивали в середине мая, а у меня уже большие виноградники. Смотрите, мы эту мембрану потом сделали так. Мы ее поднимаем, южную сторону мы поднимаем и поднимаем уже на третью проволоку. То есть, северная сторона у нас из мембраны стоит, плотная такая ткань. А вот южная сторона такого на солнце мы делаем лутороксил или неукровной бестканный материал плотность или 60 или 30 по две штуки закрываем. То есть, получается, такой саргофаг. В этом находится виноград. Это уже где-то с 15 апреля. И где-то первому, третьему мая у нас уже хорошая, да, виноградную лозу мы уже укладываем, точно раскладываем, отрываем от земли и укладываем на проволоку. И она там развивается. Обратные заморозки нам не страшны. Там микроклимат. Обжигательный, холодного ветра боится лоза. И быстро развиваются почки, появляются растения. И вот тот предыдущий слайд, который мы вы видели, где-то 15 сентября у нас вся эта, весь этот внутренний купол набит мощными сходами растений. обижает на две недели взросл винограда, если бы держали просто в открытом грунте. Технология очень удобная. Но мы пойдем дальше. Еще более интересное решение есть. Следующий слайд. Мы сейчас лозу, вот в этом году, мы мембрану уже не стали на проволоку класть, просто я уложил ее на лозу, который пришпилил к земле. Через полтора метра используйте массу вишневского капаете капельку, чтобы отпугнуть мышей. Лозу кладете пришпилил к земле и под нее кладете какой-то ткань или материал или пенопласт оставался маленький кусочек, чтобы просвет между землей был небольшой, сантиметр полтора. Лоза прижата, а сверху вот эта мембрана, и сейчас она закрепит уже снегом, прижимаете бутыльями с водой, воду бутыльями оставляйте, пожалуйста, это очень удобная вещь, чем кирпичи. Повторю, это как бы два в одном. В одном флаконе у вас и обогрев идет, и как отяжелитель. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, и само по себе виноделие. У нас есть профессиональный отделитель грибней, а потом мы купили такой пресс домкратного типа, который отжимает виноград, кладешь, отжимает и одной рукой. Если есть домкрат, так вы не покупаете двойной рукой. Вот так. У меня такое было, я зацементировал пол, так я все вырву оттуда, потому что не перед этой усилий, а одноручный домкрат. Мы были в Хорватии и видели такие домкраты, у ребят, которых, ну, там виноград очень много, на этом они живут, и одной рукой можно передавить все, и вишню, и косточковые любые, ну, и виноград. Причем мезга остается такой плотный, что шар следующий слайд, что его просто можно катать по земле. Ну, это уже видный материал, мы накладывали с нами, и перчатки, которые поднимаются, бродят, если она опускается, то уже можно разливать в бутыли и оставлять, если у вас в холодный подвал, даже в доме мороз, если ничего страшного, осветление вина происходит под морозом, поэтому по весне вы получаете чудесный напиток, приезжаете на дачу, а у вас же тоже янтарный или там рубиновый напиток, который не спутаешь ни с каким вином, продающим в магазинах, вообще перестать их покупать. Вины, кстати, очень дорогие, винные марки, это не значит, что они качественные. Когда начнете делать виноделье, поймете, что вино не пьет, вино кушает, это продукт, крайне необходимый для человеческой жизнедеятельности, причем активный. Бокал или полбокала вина после трудового дня, если у вас еще в доме или в усадьбе вы появитесь, построите маленький водоем обязательно, а лучше бассейн, то вы поймете цену вашего труда. Труд должен быть награжден. Это награда за ваш труд. Надо себя любить. Награждайте себя. Я не призываю вас к алкоголю, если у вас это неудобно, но сок виноградный и вот желе. Сейчас я покажу, покажите, пожалуйста. Да, ну вот видите, этот сам по себе виноградный пресс, мы переборки убрали, остался вот отжимной куб, ой, отжимный, что я говорю, отжимной круг. Вот эта кругляшка такая жуткая. Я проверял вишню, так отжимает вишню, так что остаются одни косточки для такого отделения сока. Невероятная вещь. Очень удобная штука. Сливается, потрясающая вещь, работает легко, удобно, быстро, без всякого грязи. Следующий слайд. Включите видео, пожалуйста. Ну что ж, вот виноградное варенье готово. Получается виноград в желе. То есть необыкновенно вкусно, никогда не делала, первый раз попробовали, но очень вкусно. Советую попробовать вот такой десерт приготовить на зиму. лозы, делаем черенки, набираем их, вымачиваем их, закрываем, верхние профинируем, потом сохраняем их или в подмале, или в земле, или в холодильнике. Да, виноград все надо подписывать, обязательно две или три брелочка надо подписывать, обязательно. как-то теряется брелок один, то приходится выбрасывать виноград, потому что разносорция это преступление. Если вы получите не тот сорт, который вы хотите, узнаете об этом через три года. Представляете, какая негативная реакция у вас будет обо мне или о наших друзьях. Короче говоря, если меня, дамы и господа, вы слышите, то разговор следующий. Черенки сами по себе у нас есть, если хотите, но проще всего их, все-таки, если вы неопытные, черенки проращивайте не в кельчеваторах, а по методу буррито. Если будет интересно, расскажу, просто заворачивайте мокрую тряпку и в целлофан и кладете на верхний шкаф. И там они очень быстро прорастают. У вас там появятся корни через 2-3 недели, и вы... Да, я вас слышу, я хорошо слышу. Ответ пришел. Да, вот, вы сейчас видите, черенки мы выращиваем в вермакулите или пер... вермакулите или агроперлите. Это простая штука, вы туда кладете черенок, кладете вот на подоконник, чтобы внизу была температура 25, а наверху была где-то, ну, холодная вещь. И через 2-3 недели у вас появляются корни, и этот вращается виноград замечательно. Очень вещь. Главное для выращения черенка, чтобы там не было переувлаждения. То есть он должен быть влажный, но не мокрый. Вот эти... Самые лучшие, конечно, с вагном или кокосовый субстрат. Вот 4... Очень интересно про выход на смерть на дне. Ну, конечно, есть вариант. Мы всегда есть вариант, я повторяю. Если это интересно, я отдельно расскажу вам тему. Меня это все время интересовало. Собственно, я в Баумский институт поступил, занимаясь... Мы занимались... анабиозом, консервацией от клетки. Я даже диссертацию писал по этому поводу. А как можно было в стеклянном состоянии в воде... Сергей, если вы меня слышите, следующий слайд вы можете? Отлично. Вот это вермакулит перлит. Значит, он находится в стаканчиках, 300 граммов дырочки там и на поддоне. Залито немного воды и, главное, в нем очень хорошо выращиваются черенки, появляются корни, а, главное, верхняя почка не распускается, потому что корни сначала должны быть большие, мощные, потом вы уже этот вермакулит, этот стаканчик просто пересаживаете в большой объем, но в банке двух-трехлитровые, например. Или в открытой грунте, если это у вас появляется где-то в мае месяца, то можно сразу высаживать грунт, без проблем. Следующий слайд, пожалуйста. Этот, вот, доказательства их слов, о которых я говорил. Вот вермакулит помог мне вырастить, это уже где-то начало, конец марта месяца, видите, появились побеги, но внизу находится, кстати, внезапно подкармливать растения в этот раз, не надо какой-то, они будут питаться за счет внутренних энергетики, которые есть в стволе этого, и до 4-5 листва могут спокойно расти в этих стаканчиках у вас, а потом пересаживаться в грудь. Единственное, в грудь, когда вы пойти принесли, надо на 3-4 дня их акклиматизацию делать, то есть вынести на 20 минут, закрыть, потом там на час закрыть, притянить их и так далее, но на 4-5 день уже можно выкрадать, и опять-таки притянить их лучше. Вот виноград, виноград, повторяю, сажать на 1,5-2 метра и с расчетом, что вот эта точка роста винограда, где вот появился побег, вот это называется точка, она должна на глубине, ниже уровня земли и вот на них было бы, и этот кратер, вы все время держите в порядке, потому что появляются верховые так называемые корни, если вы посадите грунт на уровне грунта, то верховые корни по земле отмерзнут, и виноград, черенок погибнет, саженец погибнет, или через год, через два, а так у вас появляются корни ниже 15-20 сантиметров, а корни с вами винограда растут на глубине не ниже 30 сантиметров, поэтому яма громадная, копать бесполезно, 30 сантиметров дальше они идут к теплу, и питательное вещество они проводятся сверху, следующий слайд, пожалуйста, ой, это не, это моя супруга, извините, это не виноград, следующий слайд, советую вам, попробуйте приехать как-нибудь к нам, чуз, благополучие, великолепие в вашем саду, в вашем дому, в нашей стране и на всей планете, с вами был Владимир Саморозский, ваш учитель танца, заодно еще и, как мне сегодня говорят, Мичурин 21 века, удачи, удачи на даче, удачи во всех делах, я вас люблю. На этом моя официальная часть закончилась, в любом случае, как бы там ни было, это финал нашей лекции, моей, моей вступительной речи, я готов ответить на любые вопросы, но единственное, что я сейчас не слышу Сережу, и, честно говоря, вижу только один вопрос, очень интересно про выход на смертный адрес, ребята, не надо о смертном адрес думать, но если у вас уж так приспичило, проблемой здесь можно решить, повторяю, выход всегда есть, выход простой, и достаточно, надо не доходить до этого, надо использовать так, чтобы вы в своем творчестве были все время в развитии, все время блеск в глазах, интерес был, и как бы зуб такой был, и творчество было постоянно, было интересно, каждый день лучше, чем вчера, и у вас тогда появятся феноменальные результаты, открытия будут новые, все время в развитии, уже вот я говорил вам, один из известнейших, таких продвинутых мужей, Эрфен Тофлер, сказал, безграмотными в 21 веке будут не те люди, которые умеют читать, писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться, поймите правильно, все время новые, каждый, меня в специалист, 5-6 лет я менял новый специалист, и меняю, мне интересно, инфобизнес, и фермерские дела, и интересуют полеты в космос, и в то же время неограниченно долго жить в молодом теле, хватит жить в одноразовом теле, тело одноразовое, нужно делать многоразовое, для этого мы к этому идем, и для этого у нас же качественное питание, питание, это значит продление качественной жизни, и если у вас какие-то проблемы, болячки в саду, у вас все есть, просто надо знать, знаете, такой есть анекдот, приходит к врачу, к терапевту, приходит зоотехник, и терапевт спрашивает, а на что жалуетесь, коллега, а ему отвечает, коллега говорит, так-то каждый сможет, имеется в виду, что растения не скажут вам, что хотят, или что, но наши сегодняшние технологии, и информационное общение с помощью IT-телефонии, где бы вы ни находились, на планете Земля, по крайней мере сейчас, речь идет о том, что можем друг другу помогать, информация, а вот напишите мне, что самое дорогое в жизни, самое дорогое, я вам скажу, самое дорогое, самое ценное, делила ценность, это не жизнь, это не деньги, это не вы, это даже не ваши дети, это информация, и информация, вот с этой информацией, если вы знаете, мы информируем, вы на любое, надо миллионы долларов, в общем, ты не знаешь, что это делать, они вас раздают, или там, допустим, у вас что-то заболело, формировано, все сделано. Не надо ходить к врачу, если вы с помощью сегодняшней технологии можете спокойно лечить. Я повторяю, в вашем саду, в вашем огороде растет все. Сажайте, пожалуйста, растения, которые являются как бы народными, и об этом говорят многие. Вы с удовольствием получите такую прибыль и такое количество материальных благодати, о которой богачи не мечтают. Они живут за железными, громадными заборами. У них жизнь, к сожалению, в трудности находится. Я повторяю, это громадное это вело. Сережа, я не слышу. Алло. Не знаю, вообще-то на самом деле надо сказать так, надо перейти на более современную форму общения. Давайте постепенно переходить на Zoom. Сергей, на Zoom давайте, потому что тогда можно было более надежно работать. Повторяю, тем много интересных, актуальных. А вы, дамы и господа, кто слышите, давайте, задавайте вопросы. Я с удовольствием отвечу. Вопрос по поводу выхода выхода из сосмертного здравия. Есть еще интересная технология, и это не тайно за себе печатями. Ради бога, пользуйтесь. Ничего страшного в этом нет. И никакой там мистики нет. Я не знаю, мы просто много чего не понимаем, что вокруг нас. Но мы же учимся, мы все развиваемся. Информационные технологии, искусственный интеллект все время помогает. Мы сами все постепенно, все время умнеем. У нас возможности есть. Я вот когда начал, повторяю, как жить в Соединенных Штатах, один разговор с Москвой, у меня вышло 300 баксов. А сейчас можно разговаривать, если будет точка планеты, бесплатно, даром. Но почему не получать и вам такие же возможности? Повторяю, если у вас будет виноград, если у вас будет хурма, если у вас будут орехи, если у вас будут, я не знаю, что кизилы, знаете, что угодно, финики, так какая-то благодать. Мне больше одной машины не нужно. Или наоборот, мне не нужно семь колбас и так далее. Давай, а, вот что-то мне написали. Давайте так. Как формировать, формировать, формировать. А, неукровной, на беседке, окей. Отличный вопрос. Значит, я расскажу. Неукровной беседке вы берете виноград, делаете его, обрываете листья, все, которые вам не нужны. То есть он растет вот по вертикали, и эта лоза идет, вы листья берете, оставляете, и когда она загибается наверх, наверх лозу, вот здесь вы, здесь оставляете листья, а вот вертикали вы оставляете с тем расчетом, чтобы весь поток питательных веществ уходил наверх. Вот, но имейте в виду, виноград неукровной, надо обрезать по весне с тем расчетом, чтобы он больше выдерживал негативные и отрицательные температуры. Но, если у вас есть желание, вот, и очень хороший виноград, я не показал, это Ариолайнс розовый, бескосточковый. Я сказал бы вам еще по поводу винограда, который вот желательно для Москвы, Московской области. Сорта вы выбираете сверхранние, или ранние, или средне-ранние. То есть сверхранние – это 80 дней от начинала вегетация, а средне-ранние – это 110-120, и средне-ранние – 120. Значит, из технических сортов, советую столовые виноградные вины, которые удобно. Сверхранние сорта, те, которые созревают в июле – это Каталония, это невеста, память учителя, подарок несвятая – Велес. Ранние, то есть это где-то в первых числах августа – это Атос, Каюга, Конкорд, Алешенькин, Белое пламя. Если вы обработаете гиберлинами такой грибок, гиберлином, то косточки уменьшаются, он до такого состояния, что их вообще не чувствуется. Гиберлин – это отдельный разговор, а я вам посоветую, есть несколько человек, которые на самом деле занимаются серьезно, не спекулируют на этом. Очень плохой гиберлин идет из Китая. Они нашли какой-то источник, короче, я несколько раз проверял гиберлином, изумительный результат. И главное, что виноград увеличится, гроздь увеличивается в два раза, и ягоды расширяются, не плотно стоит, а расширяются, расходятся. Гиберлин – это штука хорошая. Серьезно, просто надо делать два раза и гиберлин обрабатывать. Об этом расскажу. Может, подскажете, да, 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 я вам скажу, я вам пришлю ссылочку, сейчас есть информационная технология, которая позволяет вам направить ваш смартфон, и он определяет по листву название куста. Может, ошибается, но это очень хорошая вещь. Мы у Сергея оставим это. Оптимальные сроки прививки винограда. Прививки винограда желательно делать, когда у вас появляется лоза, зеленая почка дала побеги, ну, 2-3 узла появились. Вот вы берете узел, узел вот в середину почка, если у вас она вызрела такая, в середине мая, вы уже можете это делать. Можно прививать черное в черное, это в любой момент, даже вы зимой можете черенок привить черное в черное и поставить его на холодильник или в погреб. А если зеленый в зеленый, если лоза у вас вызрела, вернее, вы обрезали осенью лозу, оставили две почки, из этих почек появились побеги. Побеги выросли немножко, буквально, ну, сантиметров 10-15, вы вверх обрезаете, вставляете туда в расщеп или окулировкой, расщеп новую молодую лозу, обматываете стрич-лент или другой. Я очень много видеоматериал, поэтому, если вас будет интересно, я просто ссылочку дам, как это делается. Переговаривать людей, которые лучше делают меня, какой смысл его. Я просто подскажу, расскажу, как есть тонкость, униансы, дьявол, детали. Но если вас интересует, то есть вы можете перепривлять. И уже сейчас, если у вас есть виноград, если не укрывной, то обрежете, повторяю, оставляете две почки у лозы, из них стрельнут новые побеги, вы из них оставляете 15 сантиметров, обрезаете, расщепляете ее, побег посередине и колышек вставляете. Есть видео, прекрасно рассказывает об этом. Вы курите бамбук. Наглядно, какой виноград, я вам скажу, есть технология, я ссылку дам, она мне просто, ну не с собой здесь, на смартфоне. Я бы сейчас сказал по поводу винограда, который советую вам приобрести или у нас, или у кого, для Московской области, ну и для Питера. 55-й у нас широта, 54-я, 53-й, даже до 57-й широты. Это Гурманы из Ящичной, Аркадий, Аркадия, Преображение, Юбилий Новый Чакасск, Крупный такой большой, Сфинкс, Чарли, Байконур, Шикарный Чарль, Байконур, Тиклит, Тиклит Пинк, Тиклит Пинк, у нас есть, мы не сказали, это ягода, конфета. Дети его иногда приходят, когда, если вы будете Тиклит Пинк, он и крупный, но очень сладкий, без космос, совершенно, сумасшедшим ароматный такой, но детям вот первым делом прибегают все, что угодно, Тиклит Пинк, будут кушать. Средние ранние сорта, средние ранние срока созревания, это Реолайнс, розовый, без космос, это Велика, крупный виноград, Велика, до 25 грамм, ягода. Если касается подкормки, то можно делать до, во-первых, надо осенний полив делать, водозаряжающий, и когда почка начинает расти, можно подливать воду и добавлять туда, мы добавляем вермочай, вермочай, это берем от червяков, сливается, разбавляем один в десяти, или трава, настаиваете траву и не поливаете, она содержит больше азота и помогает. Отдельные подкормки, если до цветения за 14-15 дней подкормку прекращаете, мы больше используем подкормку по листву, я использую червяков, и не заморачиваемся на приобретении каких-то дополнительных удобрений, особенно минеральных, органики полно, которые позволяют приобрести хороший опрыскиватель, который может опрыснуть виноград и снаружи, и снутри, то есть он большой турбулентностью был, ветеран своего опрыскивателя, а он заодно и будет вам веником подметать дорожки и так далее. Так, еще какой вопрос? Прижмите, пожалуйста. Если можно. Купить у нас все, что угодно, можно, мы не занимаемся, честно говоря, только лежим в продаже. Я повторяю, если вам это интересует, у нас есть, по возможности, поможем. Или, если не у нас есть, мы кому-то подскажем, у кого есть. Просто есть люди, которые честные, и это стоит дорогого. Вот эта информация, она куда лучше. Просто можно кучей денег потратить. Так, не гоняйте за виноградом, который на слуху это аватар и хэллоуин. Это шикарный, красивый виноград, длинные такие пальцы, сумасшедшище красивый наряд, но, по-моему, 90% на рынке это подлог. Не спешите с этим. Будет у вас саду и постепенно, шаг за шагом. Добейтесь результата сначала вот на этих сортах, о которых я вам сказал. Если что касается когда подкормки растений и какую профилактику делать, я вам советую, мы сделаем вам ссылочку. Я использую итальянскую компанию Валагра. Шикарная компания. К сожалению, она уходит с этого рынка, с российского, из-за этой политики чертовой. Но у нее по каждому, каждой неделе по винограду, по яблоне, по помидорам, по всем там расписано, что надо, как кормить по листву. Мы проверяли, делали и просто имейте просто эта таблица красиво листрированная и очень легко использовать и применять ее. Когда, когда, что и надо. Когда под корень, когда на листву и так далее. Еще раз повторяю, мульчирование должно быть обязательно. Растения вам откликнут мгновенно. Это вы понимаете, там происходит сохранение всех жизненных процессов, если у вас мульчирование. А если голая земля, это вот попробуйте вы кожу содрать с тела. Вы же бинтом замазываете пораженную кожу. Вот кожа должна быть на любом поверхности. Я уже писал, когда первое самое яркое впечатление в Соединенных Штатах было, машины не грязные, оказывается, везде мульча, везде, вдоль дороги, вдоль кустов, вдоль сараев, где угодно. Где есть голая земля, сразу мульчируют. Почему не используют и нам? А в чем и хуже? Ну, это так нет. Почему они взяли от голландцев, а голландцы еще глядели. У нас был Водзинский агроном, который собирал в 1890 году, Осинский, прошу прощения, Осинский, в 1890 году собирал урожай 110 секторов пшеницы с гектара. Их не снилось даже канадцам. И до сих пор с помощью прорежения он делал такими, сажал пшеницу длинными узкими рядами, потому что при пограничении растение хочет занять поверхность, захватить свет и так далее. И, короче, боковые зерна, побеги были много гуще, и больше зерен было, чем в центре. Когда на него смотрели, поле было практически полупустое в виде как-то таких борозд. А 110 гектара пшеницы при советах было 5, это мечтали об этом. У канадцев было 30, а там 110. Ну, знаете, планета Земля, она наш одной дом. Мы во всем можем быть богатыми, успешными, процветающими. А можем наоборот, все кричать и плакать, все плохо. Бабы дуры, мужики сволочи. Ну, давайте так. А я думаю, что наоборот. Нет бабы, есть дамы, это леди, фемины. И это надо видеть в них прекрасно, и тогда она вам будет бриллиантом. А если так, как вы относитесь к другим, так оно к вам и отвечает. Что посеешь? Сейте добро, сейте человеческие отношения, тепло, добро, любовь и прочее. Но что-то не получается. Спрашивайте, задавайте вселенной вопрос. Почему нет? Она вам ответит. Стучите здесь. Ну, чего не стучитесь? Мойша, купил лотерейный билет, почему не покупаете? Ну, спросите, вот стучитесь к нам, стучитесь к Сергею. Задавайте вопрос, вам помогут. Ну, а если не хотите, само по себе не выйдет. Поэтому, я не знаю, на этом мой виноградный спич, я думаю, закончен. Прямо что, извини за то, что я не могу услышать замечания или пожелания ваши? А, да, еще какой-то вопрос. Чуть поближе, можно? Люди, а еще ближе, не в резкости. Ага, да, вот так. Спасибо за участие, извините за технические проблемы. Да, проблемы технические, они нам показали, о том, что вот технология, которую мы сейчас используем, она не совершенна. нам просто вселенная говорит о том, что, ребята, давайте переходим на современный уровень, разговариваем через Zoom, через YouTube, и у нас с вами получится. Больше я там могу прям непосредственно лучшие картинки, у меня миллион этих фотографий, решений, ради вас пользуйтесь. Я хочу, чтобы у вас все было Тик-Топ. И если у вас, то почему и у меня тоже будет. Я не могу один быть супером-пупером, дупером-зупером, а все остальные, как котлету под одеялом, а все остальные дохнут от голода. Нет, так не пойдет. Наша с вами задача процветать. Процветание, оно зависит от наших денег. В голове должно быть процветлено. И еще еще одно вещь я очень посоветую вам. Откуда я взял? Я на самом деле не агроном, и я на самом деле не фермер. Я просто, мне это нравится, я очень. Я посоветую, ссылку дам, посмотрите, Бориса Бублика. Удивительный дар человек. Вот очень много вещей он рассказал по пермакультуре, как использовать, как выращивать. И он берет Азепа Хольцера. Ребята, милые дамы, замечательный материал. Вы видите, вот с такой головой, а результат будет невероятный урожай. Вот то, что у нас, это благодаря этим двум дядькам. Ну и, конечно, Курдюмов, тоже самый великолепный мастер своего дела. Они наблюдатели природы и подсказывают нам такие вещи, которые на самом деле так просто. они вот перед нами лежат. Ничего сложного нам не надо будет. Поэтому Бориса Бублика, его семинар, вебинар я обещаю вам выложить или у себя в Ютьюбе, на моем канале ссылочку, или у Сережи на нашем стриме. Большое спасибо за внимание и прошу прощения, что не удалось послушать ваши вопросы в прямом эфире. я постараюсь исправить вместе с Сергеем этот недостаток. Мне очень стыдно за то, что я не смог сделать качественный материал. Не буду, а я исправлюсь. Как говорят военные, нельзя говорить буду, исправлюсь. Мы это сделаем. Как Илон Маск сделал, мы ничем не хуже. Мы тоже это сделаем. Мы сделаем так, чтобы ваше ранчо было полным, полным, по самое не могу. На этом мы закончим спич. Я благодарю вас всех благ. Я прошу прощения, что-то я не знаю обратной связи пока, но тем не менее. Всех благ, удачного дня. Было очень приятно продолжить контакт с вами на будущее. Удачи на даче всем на эта задача. И мы ее решим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok